Очень длинная, да? Ну вы скажите, не поступайте. Возгоняйте, вы слышите. Как вас отрывать правильно? Девятый день, дорогой. Шестой день, Ружинцев. Третий день, Рукопашный. Боинство, Рукопашный. Боинство, Рукопашный, Боинство. Ну, как бы, руссвиканцы, двум страны. Украинцы. Я сам роден с Украины. И мы убедительно родим. Мы земляки. Так бывает. Но я из Советского Союза, и поэтому я к этому отношусь очень трудно. Без зазрения совести, могу сказать, все равно, что все, что есть, пост, это страна Советского Союза. Все остальное. Если просто нет страны, душевного народа. Поэтому я являюсь еще почетным президентом Медикой России. Вот представительство Семерного в начале Европы, 50-го года. Человек заслуженный, мы стоим без стопов создания карате в Европе. Становление и создание Толландец, 84 года. Уважаемый человек, который не имеет 50-е дамы по хоккедо, и, я считаю, заслуженный человек. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот у нас первый вопрос, такой, не знаю, все понятно, скажем, почему, есть карате, да, есть бунакай карате. Какое вам отличие? Дело в том, что название карате не меняется с носом. Дело в том, что Блюминг практиковал джи-дон перед тем, как начал заниматься каратей, и получилась смесь бунакай и карате. Есть еще дополнение All-round. То есть на переводе можно все. Можно бороться, можно бить. Я считаю, что это как бы все первые ребята, которые этим занимались, вот это шутцо, вот первое, что сначала можно было назвать боям без правил. То есть они дрались при ай-яме, дрались по всяким правилам, дрались без правил, били в пах, ломали друг друга там и бросали друг друга. Ну, в принципе, это вот то, что было изначально таким. Голые руки, голые ноги. Никаких правил. Гол-раунд. То есть сейчас секции по карате они не такие жесткие, чем, допустим, как карате? Все зависит от тренера и металлера. То есть как тренер берет школу карате, он даже в одном направлении в одной школе могут быть разные тренера с разной направленностью, с разной затопкой и с разными предпочтениями. А касаемо федерации карате там же есть Патри Гладик специально, я знаю, на соревнованиях. правилам это есть правила. А прикладная техника это прикладная техника. Обучая все, люди соревнуются по определенным правилам, чтобы управлять травматизмом, не более того. и понять на уровне молодых людей, что они достигли. Чего они достигли. Потому что даже состояние чемпиона мира, по-настоящему, 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 эффекты и человек, которые стоят к тебе. Поэтому, ты стал чемпионом. Это не то, что я самый сильный в мире, потому что я чемпион. Три боя а людей сколько занимаются в стереотипед, А есть пожилые, зрелые люди, которые очень сильные мастера, у них тоже. Есть люди, которые умеют все, но им это не надо. Поэтому все на самом деле, если честно, это туман. И в этом тумане люди пытаются иногда, у кого проблемы с своим эго, они пытаются выключать, да это самое интересное. Я слышал, и ты, и ты, и ты, и ты, и ты. Ну, это не так. Уже не в другом месте, абсолютно. Скажите, пожалуйста, как в нашей стране обстоят дела у вас в России? В России, да. И Советский Союз, они были всегда самым каратистами. На сегодняшний день каратисты, пол Советского пространства являются одним из самых самых стран. Это и Россия, и Азербайджан, и Грузия, и Украина, и Белоруссия. Это многие страны, которые бывшие советские силы, очень много имеют звезд и в карате, и в единоборствах любых тайском боксе. То есть везде люди занимаются не только для того, чтобы стать очень сильным, а для того, чтобы иметь уверенность, для того, чтобы защищать свою семью, родину, для того, чтобы быть здоровым. Хотя смешно звучит, да? Единоборство, бьют друг другу лица, и при этом хотят еще быть здоровыми. Как раз в эту карту еще вопрос. Это единоборство, то есть в частности секция, или это еще философия, все вместе вылезно? Расскажите вам, да? Ну, все равно это и то, и другое, и это часть жизни человека, это как покушать. К этому надо относиться так. Для того, что я занимаюсь, я могу рано или поздно просто быть каким-то волшебником, в регалии. Приособлись, да? Это, ну, я не понимаю. Когда приходит возраст, когда тебе этих регалий, ну, сколько наехать, и ты начинаешь понимать, что это просто, а ты начинаешь заниматься собой, и тогда появляется твоя философия. Философия приходит только смотреть. У молодых самое главное, это стать номер один, чтобы все тебя любили. Это казашь твоего эго, да? Да. Скажите, ну, сегодня у нас семинар, если там встречают уже, ближе к теме. На чем у них сделан акцент? Акцент все-таки я хотел сделать на технике, на базисных каких-то движениях, ударах, расставах, и связать немножко все вместе. Почему? Потому что я здесь первый раз, и, в принципе, это познавательный должен быть семинар, дающий информационно очень много информации, которые все равно появятся в интернете. Даже те, кто здесь участвовали, будут использовать потом этот портал для своих тренировок, это видите. Потому что, если честно, любое видео, очень много, любое видео, это все, но это, да, 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 да. Ни один человек, не почувствовав на себе то, что показывают, он не может уверенно сказать, что вот это не надо. Вот принцип такой, только живой тренер может тебя научить, живой тренер может показать, живой тренер может тебя довести до определенной кондиции, когда это все у тебя будет работать. Поэтому очень важная история тренера, чтобы тренер не зазнайки, чтобы тренер был не очень молод, у которого еще не сладилось свое мнение о мире, чтобы этот был действительно человек, которому не боялись привести людей, которому было не страшно прийти в школу, что он будет каким-то глупостям научился. Ну, в принципе, это должен быть учитель, не просто. Не сенсей, не учитель, это учитель должен быть, который учит жизнь. Когда человек сегодня заплаканный на тренировку и должен разобраться в его психологии, ну, это я про детей имею в виду, женщины, дети, то есть им тоже надо помогать. Задача, кроме единого банка, все-таки это взаимокумно, это умение друг другу помогает. Пожалуйста, скажите, можно представить, можно три инструмента на достижение успеха. Вот здесь, например, в карате, что нужно делать для того, чтобы... Хороший тренер. Регулярные тренировки. И любите мир, любите себя, любите все то, что вас окружает. И вот Бог дал человеку руки, ноги, голову, а вы должны стать тем. И последний вопрос, скажите, как часто путешествуете вообще в стране с такими семинарами вообще, в принципе, вот... Стараюсь, это не делать. То есть это сегодня у нас как бы в качестве исключения, да, получается? Нет, ну у меня есть 3-4 семинара в год я делаю, в свое удовольствие. То есть это не является для меня, ну, заработком или, так сказать, чем-то таким сверхъестественным. Я живу в том месте, где я живу, и я стараюсь учить тех людей, которые... Это главное. А преподобие вы в Москве, правильно? Объять необъятное, не разумное. Объять необъятное, не разумное. Понял. Надо помогать просто другим людям. Спасибо большое. Очень приятно было пообщаться. Спасибо.